Здравствуйте, мои дорогие! Христос посреди нас! Ну вот в эту среду, слава Богу, нам удалось собраться с вами для совместного чтения Евангелия. И сегодня мы с вами будем продолжать читать 9 главу от Луки. Начнем мы там, где остановились в прошлый раз, то есть это стих 12, и будем читать до стиха 18, это зачало 42. Второе. Как всегда, я напоминаю, что мы читаем на церковно-славянском языке согласно традиции нашей русской православной церкви. Если кому-то сложно пока что понимать этот язык, вы можете следить либо по церковно-славянскому тексту и потихонечку привыкать читать, либо взять русское Евангелие в руки, русский синодальный, например, перевод, и следить за нами. И так будет вам двойная польза от чтения, и вы будете еще и потихонечку осваивать церковно-славянский язык, а значит, будете лучше понимать богослужение в храме. Итак, начинаем читать. День же начат, преклоняйтеся, приступльши же оба надесяти рекоши ему. Отпусти народ, дошедши во окрестные веси и села, витают и обрящут брашну, як узде впустим мести ясмы. Рече же к ним, дадите им вы ясти. О ниже реша, несть у нас вячше, токмо пять хлеб и рыби две, а ще обунишедши мы купим во вся люди сия брашна. Бех обу мужей, як у пять тысяч. Рече же к ученикам своим, посадите их на купы по пятидесять, и сотвориш атаку, и посадиш их вся. Приим же пять хлеб и обе рыби, возрев на небо, благослови их, и сломи, и даяши учеником, предложите народу, и ядоша, и насытишися вси, и взяши из бывшей им укрухи, коша дванадесяти. Это удивительный момент благословения пяти хлебов и двух рыб. Единственный, первый, вернее, пока что не единственный, но первый эпизод в Евангелии, который встречается нам с вами на пути, который совпадает абсолютно у всех четверых синоптиков, то есть у всех четверых евангелистов. Это чудо описано, и в принципе оно описано практически одинаково. У каждого есть чуть-чуть какие-то свои подробности, немножко свои описания обстоятельств, предшествовавших этому чуду, но чудо это однозначно описано у всех, что говорит о том, что уже тогда в Первой Церкви христиане очень большое значение придавали этому чуду. И вот мы с вами сейчас поговорим об этом на основании, естественно, как всегда, толкования святых отцов, святителя Иоанна Златоуста, Феофилакта Болгарского, кстати, Николая Сербского, у него тоже очень хорошее есть толкование на Евангелии, тоже очень благодатно иногда к ним обращаться. И вот первое, что мы видим здесь с вами, это то, что Христос удаляется в пустынное место, об этом говорит нам евангелист Матфей. И у Луки здесь не написано точно так, у него написано, что народ толпился вокруг Христа, мы это читали в предыдущем с вами зачале, Господь исцелял их и учил их о Царстве Небесном, и вот день уже преклонялся к вечеру. То есть если мы сопоставим два Евангелия, здесь Луку и Матфея, то получаем очень полную картину. Господь узнает об Иоанне Претече, о том, что Ирод его обезглавил, Иродантипа. Господь удаляется затем в пустынное место, но народ повсюду следует за ним, Господь начинает их учить и исцелять, и наступает вечер, когда и произойдет вот это чудо умножения хлебов и рыб. Итак, что мы можем здесь с вами увидеть? Первое, что Христос удаляется в пустынное место. Почему так и что это за место было? Мы с вами, как всегда, обратимся еще к географии, чтобы примерно представить себе, где могло произойти вот это чудо умножения хлебов и рыб. Господь удаляется по нескольким причинам. Разные святые отцы дают разные оттенки его удалению. Скорее всего, справедливы все эти мысли, все причины. Прежде всего, Феофилакт болгарский тот же считает, что спаситель удаляется в пустынное место, узнав о казни Анны Претече, для того, чтобы избежать ареста от Иродантипы, для того, чтобы не подвергнуть свою жизнь опасности, потому что не пришло еще время пострадать ему на кресте. Поэтому он пока, откладывая момент своей мученической кончины, Господь уходит в пустынное место, чтобы слуги Ирода, которые могут искать его, не сделали этого. Это подвергает сомнению наш профессор Лопухин, говоря, что ему кажется более логичным причина, другая, более логичный, именно та причина, которую апостолам Марка высказана. А Марк говорит о том, что спаситель, ведь происходит это после возвращения учеников с проповеди, как мы помним из предыдущих зачал, Господь желает дать отдых апостолам и говорит им, вы тоже удалитесь куда-нибудь в пустынное место, то есть там, где народ не найдет вас, и отдохните, поспите, то есть Господь заботится о них, потому что они крайне были утомлены. Сам же он удаляется тоже, чтобы дать ученикам отдых, отдых от служения, иными словами. И третья причина – это Господь удаляется для молитвы. Мы с вами уже несколько раз в Евангелии встречали момент, что Господь молится, и всякий раз, когда упоминается, что Христос удалился в пустынное место, или ушел куда-то от учеников, и был один. И, скорее всего, Господь, даже если это в Евангелии четко не сказано, но почти точно, что удаляется он для одной единственной причины – это для молитвы. Почему мы с вами точно это знаем, и вообще, кому молился Христос? Дело в том, что Господь наш показывает нам пример идеальной человеческой жизни. Там, где мы бы с вами проклинали, или сердились, или раздражались, или злились, или унывали, или веселились бы от счастья, прыгали бы и развлекались, или там, где мы спали и отдыхали, вот там Господь молится. Каждое абсолютно событие в жизни Христа – это молитва. И оно всегда сопровождается молитвой. И это очень важная тема в Евангелии, потому что Господь наш Иисус Христос – совершенный Бог и совершенный человек. Ещё до Вселенских соборов, до решения наших Вселенских соборов об этом, то есть до Четвёртого Вселенского собора, уже в Евангелии было написано и ясно показана была вот эта двойная природа Господа Христа. Господь такой же человек, как мы, да, кроме греха, и одновременно Бог. И вот когда Христос молится, можно так выразиться, что это идеальная молитва, потому что это молитва безгрешного Адама, который послушен во всём Богу, который является в полноте Сыном Божиим, да, и, соответственно, его молитва – это полное соединение с Богом. То есть молится человеческая природа Христа в этот момент, соединяясь вот так, как и мы должны соединяться в молитве с природой Божественной. Одновременно в Христе две природы существуют и неслиянно, и не раздельно. Это уже вопросы сложные для нас с вами, умственно не очень понятные, поэтому мы можем здесь ссылаться только на святых отцов, на их толкование, но тем не менее видеть, что молитва Христа – это не только педагогический пример нам с вами, что мы должны в любой жизненной ситуации в подражании Христу молиться, но это ещё и выражение его совершенного существования на земле, существования человека с большой буквы, который не мыслит себя без Бога, который постоянно находится в общении с Ним, ищет уединение для молитвы Ему, одновременно служит людям, да, проявляет крайнюю любовь к людям, и потому, и по рождению своему, как Христос, но и по жизни своей является Сыном Божиим. Действительно, вот в полноте, во всех смыслах. И вот здесь мы видим с вами пример, также и другой, как Христос удаляется, даёт отдых апостолам, уходит пока от общения с врагами своими, да, Господь удаляется также для молитвы, и приходит народ. Народ настолько любит Христа, настолько следует за Ним повсюду, что и здесь не дают они Ему покоя, приходят к Нему, и Он по милосердию, своему любви к Ним оставляет молитву и идёт опять исцелять и учить. И вот подходит уже вечер, и народ, естественно, испытывает чувство голода. Но, как говорят нам святые отцы, Анзлатоус в частности, очень здорово это объясняет, из уважения ко Христу не подходят они к Нему с просьбами, а также из-за того, что охвачены они чем-то гораздо более важным, что происходит сейчас в их жизни, они слышат удивительные слова о Царстве Небесном, они видят выздоровление, исцеление своих родных, и как бы беспокоить Христа с таким, ну, как бы сказать, пустяком, как голод, да, как пища земная, они не считают нужным. Но позаботились об этом апостолы. Мы с вами видим, что после проповеди апостолы пришли немножко другими, они постепенно меняются, в них просыпаются пастырские заботы, они становятся в подражании Христу тоже очень заботливыми и любящими по отношению к народу. И они подходят к Спасителю, и говорят ему, отпусти их, потому что им пора поесть, они проголодались. Видите, как интересно, не народ обращается к апостолам, не народ обращается ко Христу, а пастыри обращаются к Христу с просьбой за народ. При том, что здесь тоже очень интересно, что у них есть с собой, да, Господь таинственно говорит им, вы дадите им есть. И, видимо, это была привычная ситуация, видимо, не раз апостолы действительно кормили народ. Мы с вами знаем, жены мироносцы служили своим имением общения, и на эти деньги, думается, не раз кормили приходящих, тоже чем-то угощали, простым, естественно, очень простая, простая бедная пища была у них. Но в этот раз, что они имеют с собой? Пять хлебов и две рыбы. Как говорит Иоанн Златоуст, посмотрите, как мало им было нужно. Пять ячменных хлебов, еще и подчеркнуто, это самый бедный, так сказать, хлеб бедняков, да, и две рыбки, это на 12-то человек, да, то есть, соответственно, они о себе тоже не позаботились, они не взяли с собой заранее еды, не запланировали какой-то обед, да, они шли со Христом, они шли слушать его учения, они шли вместе с ним к народу, и они о себе не подумали. И, соответственно, вот было у них только пять хлебов и две рыбки. Правда, у другого венгелиста говорится, что это было у кого-то из людей, один отрок имеет, да, и что получается, что они с собой вообще ничего не взяли. Некоторые ученые считают, что это был второй случай просто, да, умножения хлебов, но на самом деле в данном случае все равно мы, это не так важно сейчас, важно скудность, да, скудность вот этого количества. И вот также нам святые отцы указывают здесь на очень интересную символику, почему именно пять хлебов и две рыбы, потому что у нас есть пять чувств, да, и преломление хлебов, вот то чудо, которое сейчас, преломление умножения хлебов, которое сейчас произойдет, это про образ причастия, и об этом мы сейчас тоже поговорим, и потому происходит через это освящение и благословление всех пяти чувств человека. Рыба же символ жизни, и две рыбы – это как жизнь Христа земная и вечная, то есть по воскресенье, да, и даже мы знаем, что первые христиане изображали Христа в виде рыбы, да, рыба – это был знак Христа, икон тогда еще не писали, и когда хотели изобразить спасителя или хотели поставить какой-то знак того, что здесь, например, живут христиане или молятся христиане, рисовали рыбку, это еще от того, что Ихтиос – рыба, да, Иисус Христос – Бог, но еще и потому, что рыба – символ жизни, вот так в ранней христианской традиции понимали. И вот что интересно, чудо, которое сейчас произойдет, происходит, получается, при участии и осознанном участии, и при наличии опыта всех действующих лиц, как бы, да, не просто Христос творит из воздуха хлеб и кормит людей. Люди, народ, испытывают голод, апостолы просят за них, апостолы получают ответ, вы дадите им есть, получают ответ, что хватит пяти хлебов и двух рыб, получают повеление рассадить народ, верят этому, хотя это кажется нелогичным при таких тысячах людей, как они этим наедятся, но они верят Христу безукоризненно, рассаживают людей, и дальше Христос, который молится, обращается к Богу Отцу, благословляет, преломляет и умножает этот хлеб. То есть все стороны, да, и божественная сторона, и все человеческие, да, стороны участвуют в этом чуде, оно происходит с их сознательным участием для того, чтобы каждый был к этому чуду предрасположен, каждый пропустил его через себя, чтобы люди поверили ему и не забыли его, потому что это чудо прообраз святого причащения. То же самое происходит в Таинстве Евхаристии, когда у нас есть мы, да, народ, который испытывает духовный голод, духовное желание быть со Христом, есть священство, которое просит за нас Бога, и есть сам Господь, который является архиереем, да, приносящим жертву, и приносимым к жертву дает себя хлеб жизни нам через святое причащение и тоже как бы таинственным образом умножает себя так, что хватает его одного на нас всех причащающихся. И вот Господь, как мы здесь видим, не просто благословляет хлеб, он обращается к Богу Отцу. Вот это интересный очень момент, потому что, как пишет нам святитель Иоанн Златоуст, мы же знаем множество чудес из Евангелия, когда Господь отпускал грехи, отверз рай разбойнику, отверзал очи, например, да, слепым, воскрешал многих мертвых, укращал бурю на море, ну, много других случаев, когда Господь действует со властью, сам как Бог, да, а здесь он обращается к Богу Отцу. В этом очень сильный тоже момент есть. Господь хочет показать нам, что Он и Отец едино, что Он воздает честь и хвалу своему родителю с большой буквы, Богу Отцу, что творится вот это чудо преломления хлебов, то есть фактически чудо Евхаристии, как прообраз, прообраз чудо Евхаристии, да, это еще не сама Евхаристия, это еще не тайные вечери, прообраз, творится троицей, да, то есть участвует в этом не только Сын, но Отец и Духом Святым хлеб умножается, да, вот. И также здесь, конечно, Господь дает нам пример нашей молитвы к Богу, да, обязательной, и также, что не менее важно, говорит святитель Иоанн Златоуст, он взирает на небо как подтверждение своего посольства от Отца, чтобы не говорили фарисеи, что он творит чудеса от дьявола или от духов нечистых и так далее. И вот творит он это чудо умножения хлебов в пустыне, в пустынном месте, и это тоже не случайно, в этом тоже сокрыт очень серьезный смысл. Вспомните, когда еще Бог умножал пищу в пустыне? Правильно, когда народ еврейский странствовал по пустыне, Господь посылал им манну в пустыне. Помните? Вот для народа еврейского, который в тот момент этот хлеб получал, это абсолютно было связано. Они тут же вспомнили, как их прадцы когда-то в Египте, их предки получали манну. Вот так же чудесным образом Бог питал их в той пустыне, как сейчас в этом пустом, пустынном месте на берегу Галилейского моря. И, конечно, для них это тоже было знаком, что дающий хлеб – это не просто человек, это не просто пророк, учитель, раввин. Такое чудо мог сотворить только сам Господь. И вот так же, как говорят нам святые отцы, почему Господь выбирает именно в пустынном месте это сотворить, чтобы не сказали потом фарисеи или те, кто будут сомневаться в этом чуде, что, мол, поблизости был город, и кто-то просто принес еду оттуда и хлеба эти, и что никакого чуда не было. И вот действительно место, где, скорее всего, произошло умножение хлебов и рыб, находится на порядочном пешем, всё-таки в порядочном пешем расстоянии от Капернаума, ближайший город Капернаум. И место, где произошло умножение хлебов и рыб, как его указывают, по крайней мере, сегодня, куда мы возим паломников, и эта традиция существует, скорее всего, с 4-5 века, это табха. А табха – это место, где из береговой линии Галилейского моря выходят 11 источников. Энтабега она называлась раньше. И вот там как раз-таки часто ловили рыбу апостолы, потому что там чистая вода, рыба, которая водится в Галилейском море, преимущественно, она любит чистую воду. Мы об этой рыбе с вами уже говорили не раз. Да, у нас она называется рыба Амнон-Теляпия-Галилея, научное ее название. И вот это место было известно рыбакам, но жилого города рядом не было, кроме Капернаума. До Капернаума от табхи ехать где-то на машине 15 минут, 20, ну, наверное, пешком там идти, я думаю, что где-то, соответственно, около часа, да, может быть, 45 минут. То есть это не рядом, это не близко, не 5 минут. Вот если бы это чудо произошло на окраине Капернаума или внутри Капернаума, кто-то бы сказал, что незаметненько кто-то быстренько подсунул как бы корзины с хлебами, и все подумали, ах, это чудо. А нет, это действительно пустое, место пустынное, вблизи поселений никаких нет, кроме как 45 минут идти пешком. И, соответственно, в этом месте еще, скорее всего, в 4-5, скорее всего, в 5 веке был построен храм, и на полу есть мозаика, которая изображает нам корзину с 4 хлебами и 2 рыбы. Почему 4 хлеба? Возможно, один внизу корзины, мы его не видим, но, как говорят нам те, кто пытаются придать этому более такое интересное, мудрое значение, что, скорее всего, имеется в виду, что 5 хлеб всегда должен быть на престоле для совершения таинства Евхаристии. И действительно, эта мозаика расположена прямо возле места, где стоял древний престол. Там сейчас стоит католический храм поверх этого мозаичного пола, который остался больше от храма византийского, ничего не осталось. И действительно, престол католиков стоит вот прямо над основанием древнего престола. И поэтому вот так и считается, что 5 хлеб должен быть всегда на престоле. Поэтому древний вот этот мозаичист изобразил в корзине только 4 хлеба. И дальше мы с вами видим, что собирают 12 коробов крошек. Опять же, для того, чтобы удостоверить людей, что чудо действительно произошло, что это не сон был, не галлюцинация, не какое-то, скажем так, воображаемое насыщение хлебами, а реальное, даже собирают объедки, как это и положено. И что интересно, 12 коробов по числу 12 апостолов. Поэтому некоторые святые отцы говорят, это прообраз полноты апостольских трудов, что вот так же они будут собирать гораздо больше, чем было посеяно. Были посеяны как бы 5 хлебов и собраны 12 коробов крошек и остатков. Вот такая реальность чуда. Вот такой пример того, как Господь заботится и о телесных наших нуждах тоже, и о духовном нашем заботится, и чудесным образом умножает и то, и другое. И вот на этом мы с вами сегодня заканчиваем наше евангельское чтение, нашу небольшую такую беседу с вами. И я очень надеюсь на нашу встречу в пятницу, в выпуске нашего блога «Святая земля сегодня». Всего вам самого-самого хорошего. Желаю вам тишины, мира, покоя в эти праздничные дни. Желаю благословения Божьего вам, всем вашим семьям, конечно же. И буду благодарна, если не забудете меня, мою семью в ваших святых молитвах. До свидания.